здравствуйте друзья посмотрите кто это у нас тут такой новый житель товарищ это игуана к сожалению google этой осенью умер его было уже возрастной был его было где-то 12 14 лет примерно посол ко мне взрослый пришел поэтому не могу точно сказать и вот сделали ему операцию но он к сожалению не справился и от почечной недостаточности умер вот и конечно же я хотела новенького игуана очень-очень мне не нравятся эти ящерицы так что вот теперь у нас тут новый житель какая красотулечка только посмотрите цвет обалденный малышка надеюсь вырастим у себя огромного дракона и верхом кататься пойдемте познакомлю с главной красотулей этого дома кстати елку убрали наконец-то рукала хрюкала все хрючит ничего не интересно смотрите у меня и цвет стал как мой халат это не игрушка это не новая не интересная игрушка это новый интересный житель хоть понюхай скажи да я его нанюхалась вообще для нее он сильно маленький и ничем не пахнет для него она как глыба какая-то что малыш интересно тебе скоро террариум приедет будем заселять его пусть и все одни интересы и что там показать для новости же ничего не есть и и и и и и и и и Бубка, скажи, чем не спать мешайте. Кто это там? Кто это? Кто это? Будем открывать. Кто это? Уся. Кто? Кто в наш ветвейный кабинет пожаловал? Это же Вовочка, мой любимый Вовочка. Привет, Вовочка, я тебя не видела минут 15-20, так соскучилась. Скажу, она меня мучила пылесосом. Все, ой, запуталась в поводке. Ну, отпусти поводок. Слишком Вовочка обрадовал. Ой, о, о. Вот так, вот так. Ленивое чесание. Эй, бабуля, будем взвешиваться, будем глистогониться. Скажи, как всегда у вас. Все. Весело. Все, начинаем процедуру. Давай, сначала ты. Мы так часто следим за твоим весом. Веня. Конечно, как без этого. Вот, крушитель танк вообще. Что оттуда, водички можно попить? Ладно, отвлеклись. 88. 8. Хм. Вот потолстел. Нет. Записываем. 88 кг. Ровно. Оп, оп, оп. Собачки, собачки. Собачка тяжелая. И сутка. Мою собачку опять, смотрели. Мою собачку, отпусти мою собаку. Моя, Веня, бедная, сейчас спасу. Так, Киза, да? Нам нужен точный вообще вес. Ну, короче, 130. Вместе с собакой. Да нет, нормально. 130. Попробую еще кошку взять, чтобы взвешать. Она все, лежачую позу приняла, ей говорит. А я вовсе не кошка, не мешок, который не схватил. Ой, вы посмотрите на эту собаку под лизуху. Пришла, такая хорошая, помните? Я такая вот, миленькая, добрая собачка. Веня, что за подвиживание? А вот можешь меня еще раз взвесить. Я даже с таблетки готова сама пить. Давай распечатаю. Буся. Бусин мешок. А, мешок. Вставать будете? Вставать будете? Надо вас взвесить. Что за ур, 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 тебе гости пришли. Тебя на ручках взвешивают, а ты не хочешь. Веня, он в клинику ходил, чтобы взвешиваться. Ну, не только. Щи. Бежит, вообще не хочет подниматься. Ну, кстати, прелесть владения игуаны. Весь в царапинках маленьких. Да, до свидания. Вот моя маленькая кошечка, моя маленькая кошечка. Пряталась на холодильнике. Обещают, мы могли рекламировать самсунги. Холодильники. Какие они стойкие и живучие. Я сейчас сказала стойкие, а она как прыгнет, он как упадет. Надеюсь, нет. Стойте вы холодильник, отличный. На нем помещается. Даже в три года почти. Трестаньте. Трестаньте. Что такое? Что вы думаете? Опа-опа-опа. Сто двадцать что? Сто двадцать четыре. А! Киса со своим, блин, флюгелем. Хвостом. Недовольна, говорит. Что вы девушку взвешиваете? Еще и всем рассказали. Ушла. Сколько я говорила? Сто двадцать четыре, по-моему. Запишем сто двадцать четыре. Сто двадцать четырех. Сто двадцать четырех до сто двадцати. Бубка не в настроении взвешиваться. В общем, пересмотрели видео. Там на весах скачет от сто двадцати четырех до сто двадцати. И мы решили среднее взять. Сто двадцать два. Так что вот. Сейчас будем подсчет производить. Да, да ты. Ты не хочешь взвешиваться. Скажи, девочку берут и взвешивают. Вообще без спроса. Просто хватают и до весы тащат. Сейчас еще таблетиками пичкать будут. Ой, какие звери. Бог говорит, я спать буду. Гуляйте сами и взвешивайте себя. И таблетки свои сами пейте. Ну, Бубочка, что ты делаешь? Прививку-то надо ставить. А перед этим таблеточки надо выпить. Такие денежки. Покажи, муха ты приставучая. О, Венина диетка сработала. Ну, конечно, у нас еще весы плюс-минус килограмм. Но сорок два. ХГ. Веня. И сколько это получается? Двадцать два, тридцать. Тридцать четыре. Тридцать четыре. В уши. Примерно. В общем-то, мне супер точно и не нужно знать. Но вот примерно такие. Плюс-минус там килограмм-полтора. Все. Сейчас пойдем на раздачу медикаментов. У нас тут тоже своего рода веткабинет. Так, вот наши таблеточки. Сейчас с этим будем гнать паразитов. На всякий случай. Купили от клещей еще. Там Вени и Луни. А то вдруг пропадут. Потому что вакцин у нас уже не осталось. Последнюю выхватила. Вот поеду за ней. Для луши. Так что все. На всякий случай. От клещей тоже защищены. Пойдем раздавать. Веня-то одну таблеточку. А вот у меня же четыре придется съесть. Венюша две таблетки. А не одну. Скажи, в такой род можно вообще целый аптечный склад. Главное, чтобы в сыр завернули. Пойдем, Кинза. Вов. Скажи, что так. Молодец. Хочешь обмануть собаку. Не обманывается. Ешь, ешь. Ешь. Нет, все-таки сыр придется применить. В общем, сыр какой-то рассыпчатый у нас. Сейчас будем давать нюхать сыр и заталкивать таблетки. Молодец. Вкройте свою пасть. Молодец, сыр. Все. Молодец. И не заметила, как обманули тебя, да? Живые шаманчики, хозяева. Доверяешь вам. А вы тут полную пасть чего-то запихали. Молодец. Пошли. Табалетки. Угощенец. Леня говорит, я готова. Я кот. Так, Буся. Сырок. Подведывай. Ну, да. Оп. Молодец. Сыр, я же. Фу. Что-то запихали обманщики. И сыр, говорит, ваш невкусный. Таблетка, видимо, там, нельзя. Так, давай, Гуся, еще две надо. Ну, надо. Молодец, 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 молодец. Вот, сурок, 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 скорее всего. Молодец. Молодец. Скушал там гребетки. Вешиваться не хотела, но талетки скушала. Сейчас я в очки уйду. Очень вкусненько, да, вкусненько. Почти незаметно. Там не кусочек сырочка не остался, случайно. А вот остался. Что? Вот, смотри. Ой. Когда съела свою порцию, да? Ждешь, пока кисонька оставит. Что-нибудь еще. Не разрешает у кисы отобрать косточку. Да, ой, какие нехорошие. Что там? Ой, зубы вышел. Косточка одна. Опа-опа. Нет, еще не доела, да? Не хочется с тобой делиться, кошка. И отбирать не разрешают хозяева. Ну, какие все собрались. Собачку обижают. Скажу, вон, худенькая какая, некормленная вся. Бедная. Такая вот. Жизнь непростая у ротвеллера, да? Мы оставили венички, оставили еще и косточку. Брось. Дай, дай. Молодец. Кушай. Кушай, крокодил. Уже вкуснятина какая. Люблю ком гости приходить. Когти подстригли. Сопли семью на полу. Лапы у медведя. Я написана. Дай. Продолжение следует...